всем привет привет я очень рада сегодня для вас провести эфир эфир будет посвящен коротким ногтям таким очень стандартным клиентским ногтям осени конечно же да осень нас еще не перестает быть в правах королевы сезонов да еще не сменяется поэтому я думаю еще будет актуально хочу сегодня поработать вот такими вот шермиконами и порисовать то есть сегодня будут и быстрые такие решения возможно да для тех кто может быть не так давно в профессии еще не пробовал рисовать и также будут решения достаточно тоже скоростные именно для салонного обслуживания то есть сегодня не будет нас эфира такого знаете как обычно нарисуй попробую то же самое часто показывают достаточно сложные дизайны сегодня такие скоростные легкие дизайны в осенней стилистики с шермиконами и с рисунками тапа посмотрим как мы их можем разнообразить у меня заготовлено 3 вот таких типс очки я их обрезала примерно в размер таких стандартных клиентских ногтей сейчас чуть-чуть пыли добрый день девочки смотрю те кто меня уже из эфира в эфир до в гостях очень приятно что вы следите за эфирами да вот такой столонный стандартный клиентский ноготочек очень коротенький такой скругленный квадратик тут найти не гналась за супер качеством опиленной формы мне хотелось именно показать что он очень-очень такой вот спокойный ноготочек размера стандарт который вам попадается скорее всего постоянные изо дня в день очень интересно спасибо большое итак я очень люблю для каких-то рисунков подбирать очень спокойный не выдающийся фон сегодня мы сделаем 426 один фон это из новой осенней коллекции серый цвет очень классный очень нейтральный подходит подо все вот особенно если клиент не знает с чем определиться с какой цветовой гаммой прям можете смело предлагать потому что она и кофе сумму варианту да и можно это подать как какое-то дождливое небо возможно не знаю там серая тучка если этого 8 делаете и очень спокойный цвет с легким легким шиммером на счетчик кайфовый второй ноготочек у нас будет розовый тоже из осенней коллекции 425 розовая вода не зря называется вода потому что очень тоже нейтральный оттеночек спокойный прекрасный тоже я думаю что просто узнаете для всех и каждого подойдет вы когда образцы делаете очень аккуратно всегда выкрываете зону кутикулы потому что любой цвет в принципе можно сделать привлекательным если он хорошо покрыт вот если девчонки вы изначально делаете цвет неровно покрываете на типсу демонстрационную он автоматически становится не очень привлекательным для клиента поэтому обращайте на это особое внимание чтобы вот типс очка ваша была уже такой знаете лялечкой классный конфеточкой у меня здесь опилены поэтому не очень ровный вот здесь вот краешек но когда вы на типсу делаете тоже смотрите чтобы она была прям вся гладенькая такая хорошенькая чтобы товарный вид был красивый и это очень сильно дисциплинирует также к тому чтобы у вас потом в зоне кутикулы было все в порядке и третий типс он будет супер скоростной у меня я его покрою просто белым просто белым это знаете тоже вот для клиентов которые не знают с чем хотят уйти и можно предложить белый золотом это знаете всегда очень и очень беспроигрышный вариант здесь можно сильно не стараться потому что мы будем потом фактурной пасты перекрывать типсик все это слушаем в лампе как видим у нас достаточно такие стандартные варианты и я хочу взять сегодня вот такие вот половинки мне очень нравятся вот такие половинки потому что их можно потом к разным присоединять дизайном а вот эти половиночки можно с паутинкой с гелем что-то сделать и возьму еще вот такой вот тоже интересный красивый листик он у нас такой дали паутинкой и где-то прокрашенный и конечно же тут вот этот шермикон он крутой тем что когда вы берете какой-то один элемент на ногти в принципе вам даже заморачиваться и думать не надо вот за вас уже все подумала компания эми вы можете где-то сделать на соседнем ноготочке любой из предложенных вариантов то есть либо надпись либо прокрашенный полностью листочек просто в другом положении прикрепить либо контурной либо вот такой вот надпись прикольно то здесь совершенно спокойно уже все все продумано берем теклос под шармикона мы промазываем теклосом причем можно промазать достаточно тоненько чтобы не придавать излишнего объема и просушить просушить только нужно очень хорошо вот если допустим у вас у клиента будут однотонные ногти и на паре ногтей дизайн то я вам советую те ногти на которых будет дизайн как раз в первую очередь вот так вот тоненько промазать теклосом под дизайн а потом уже например покрывать все остальные ногти цветом чтобы пока вы покрываете ноготочек за ноготочком цветом у вас теклос очень-очень хорошо просох вот это важно потому что хорошо просохшему теклосу шармиконы они прямо знаете магнитится как будто бы если теклос у вас плохо просох да если есть остаточная липкость то очень большая вероятность что шармикончик у нас не прикрепиться и в этом месте будет задираться потом поэтому будьте внимательны и очень-очень тщательно а следите за тем чтобы теклос был просохшим здесь у меня будет классический вид кленового листа здесь я сделаю его поострее поострее половиночку вот такой вот прикреплю поострее прикрепить можно воспользоваться в принципе любым инструментом можно пинцетиком очень хорошо делается пинцетом для наращивания ресниц он тоненький и хорошо шармикон у него крепится но если например нету пинцета для наращивания ресниц то я могу воспользоваться и обычным просто ножничками старайтесь расположить сразу так как вы хотите потому что потом очень сложно открепляется если например вы промахнулись то переделать практически невозможно аккуратненько намечаем серединочку такой у нас получается аккуратненько такая половинка я конечно очень очень люблю именно шармиконы за то что они решили такую глобальную проблему девочки глобальная проблема заключалась в том что техника литья например когда вы прокрашивать черным тюльпаном отпечатываете фольгу она у многих мастеров но не у многих у некоторых давайте у некоторых мастеров на не всегда получается тоненького нарисовать да может быть не всегда получается хорошо просушить где-то и где-то может быть отпечаталась фольга где-то не отпечаталась на липкий слой фольга это когда техника литья до у нас делается с отпечатыванием здесь все элементарно вот прям даже я не знаю новичок из новичка у меня мне кажется сын 6 лет тоже приклеит шармикон самое главное помнить что он у нас крепится на поверхность без остаточной липкости сейчас шармиконы очень-очень на тонкой такой силиконовой подложке и самое главное они очень ровненько хорошо и равномерно прокрашены золотом то есть получается у вас вот эта вставка металлическая она прямо вот идеально ложится растягивается прилипает и она одинаково везде красиво прокрашена то есть получается очень аккуратный результат даже если вы вообще ничего не хотите делать только просто прикрепить шармикон это уже будет декорация да это уже будет какая-то такая золотистая золотистая вставочка очень и очень симпатичная милая так что мы можем дальше делать дальше мы можем рисовать и собираемся сейчас берем кисточку тоненькую и намечаем у нас с вами два пути мы можем наметить цветом который уже цветной да например я возьму 369 цвет такой очень красивый оранжевый яркий и допустим я возьму еще желтую м-пасту желтую пасту выложу его на палитру немножко с белым помешаю потому что желтенький лучше всего чуть-чуть подбелять прям самую капелюшку тогда он будет поярче смотреться не будет теряться но опять же у нас такой нейтральный фон это нам в помощь по желте и поярче стал это тоже сэмпасты я помешала а можно сначала разметить белым сделать подмалювочек белым тогда вы сможете его потом как разукрашки разукрасить и также можно по-разному поступать сам обводкой тоже сейчас покажу смотрите если например у вас с обводкой но не любовь вот не любите вы обводку и сложно вам рисовать тонкие линии очень что можно сделать можно взять например импасту черная смола и тоненькую кисточку и нарисовать себе подмалевок он будет у вас не очень тоненький самое главное здесь смотреть на внешний контур когда вы рисуете вот например центральная линия вот например еще одну прожилку сделали допустим сейчас попробую сделать его специально не таким допустим тонким как бы я рисовала вот он такой вот жирненький у нас будет центральная палочка у меня уже есть ставим галочку галочку здесь галочку теперь между да видите тут центральная между ними тоже галочка и здесь галочка все а теперь соединяем самое главное смотрим вот на этот вот контур на внешний на внутренний вообще можно не обращать внимание он нам вообще мало интересен нам интересен внешний контур как он ложится вот таким образом заполняем сушим паста высыхает без остаточной липкости а здесь мы например с вами сделаем подмалевок белый у нас здесь будет с вами необычный немножко листик почему потому что он будет у нас нестандартные желтенький оранжевый как обычно рисует а у нас будет такой девчачий розовый стараемся просто повторить можно по размеру чуть-чуть увеличить и мы видите разгоняем материал это лучше всего делать гель-лаком потому что гель-лак лучше самовыравнивается там пожиже немножко лучше поддается выравниванию можно это конечно же делать также им пастой можно делать и альпийским снегом это гель-краска с остаточной липкостью да но будьте готовы к тому что вот так вот прямо вот легко вас не выровняться потому что там материалы очень пигментированные и вот такой вот ровность они скорее всего вам не дадут прямо сразу поэтому вам придется немножко постараться так наш чудесный контур просох и мы с вами берем желтенький на то что мы желтенькая намешали берем и начинаем этот контур заполнять как в разукрашке но оставляем 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 тонкую тонкую полоску то есть в чем фишка этого способа разукрашиваем в том что вам надо потом вот эту финишную обводку делать и стараться ее сделать максимально тоненько и ювелирно потому что она у вас получается автоматически сама собой и если у вас например с тонкими линиями не любовь не любовная то вы можете этим способом воспользоваться и не рисовать ту финишную тонну тонкую обводку а сделать ее как наоборот то есть не сначала подмалевок а потом все обведи тонко тонко а сначала обведи можешь и толсто а потом заполнять чтобы это тонко получилось само собой кстати говоря о очень неплохо смотрится даже вот такие вот рисуночки они знаете смотрятся как почти как наклеечки когда вы просто даже вот заполняете можно разными цветами можно разными цветами заполнять контур чтобы аккуратно это сделать не могу сказать что это прямо очень сильно быстро если вы это делаете аккуратно оставляя максимально тонкую обводку но зато надо практически волноваться будет ли это линия тонкая затрясется у вас рука не затрясется рука да потому что иногда особенно мастерам кто не так давно в профессии не переживают что клиенту все понравилось хотят чтобы было так же как на картиночке и начинается иногда в руке от волнения трясучка так сейчас мы потом перекроем и еще потом сверху дополним немножко сушим здесь здесь нам нужно разукрасить здесь мы можем взять кисточку не очень тонкую допустим указываем ноль вот она у меня даже тут такая уже немножко пушистенькая и разукрасить разукрашивать здесь будем с вами розовеньким да я вам обещала что будет такой здесь не стандарт немножко листик девчачий возьмем из коллекции сенсейшенс все-таки разные розовенькие лучше это сделать не очень темными цветами потому что темноту мы с вами можем потом придать допустим такой возьмем это был 384 и 383 такой потеплее возьмем и когда у нас есть белый подмалевок мы можем тоже уже до краев сильно не доходить и тоже разукрашивать как в разукрашку взяли тут чуть-чуть поделали взяли другой цвет потоптали чтоб они друг с другом перемешались немножечко советую только вам сильно прям до краев не доходить чтобы у вас не потерялось розовый на розовом можно также рыженького добавить не хочется все все же немножко добавить и у нас получается весь в таких растяжках приятненьких получается такой немножко нестандартный сушим так здесь здесь перекрываем текласом хотя подождите можно тоже подкрасить например нам рыженьким чуть-чуть здесь более такой классический будет вариант мы с рыженьким подкрасим можем немножко взять зелененького допустим я 404 под рукой такой травянистый из летней коллекции возьмем и зелененьким немножко подкрасим на желтым все это хорошо очень надплы смотреться тоже послушаем так и вот здесь как раз наоборот то здесь смотрите если я в первом варианте вам сделала что у вас обводки финишные уже нету то здесь она будет здесь она будет здесь нужно взять нам пасту черную и максимально максимально тонко на последний волосочек сделать обводку здесь прямо нужно девочки очень сильно конечно постараться чтобы у вас эта обводка была прямо вот еле заметная очень ювелирная и тоненькая потому что если вы особенно вот когда рисуете какую-то нежную нежность потом начерните то вся эта нежная нежность она исчезает испаряется поэтому нужно прямо на самый последний волосочек и прямо вот еле дыша клиенту сказать внимание замерли сейчас будет финишная обводка и вот так легонечко все это подчеркнуть также мы можем сделать прожилочки какие-то тоже постараться нужно сделать максимально тоненько потому что если вы здесь уйдете в толщину то все пиши пропало весь наш нежный подмалевок он у нас пропадает и не имеет никакого смысла конечно можно также разделить сначала а потом каждую ячеечку разукрашивать тут вы конечно смотрите по времени если у вас например время поджимает процедура то наверное это не очень актуально так здесь здесь мы перекрываем текласом перекрываем текласом кладем тоже подсушиваем так здесь что можно сделать здесь можно например взять и какие-нибудь ячеечки легонечко разукрасить попробовать тоже очень классно кстати смотрится когда вот так разукрашивается тут буквально прям капельку ставите она немножко подплывает становится вот такой вот как будто бы там остался еще кусочек листика конечно можно элемент располагать не на не на весь ноготь как я сейчас расположила вы можете располагать войны по диагональке и как как вам по композиции нужно вот так еще подрисуем и что я здесь хочу я здесь хочу еще обнести поверх посмотрите сейчас я работаю м-пастой м-паста у нас материал без остаточной липкости поэтому мы можем работать как внутри так же можем работать и снаружи уже уже по готовому ноготочку потихонечку можно так вот еще вокруг обвести и когда вы посушите в принципе все можно уже клиента отпускать ну если только у вас клиент конечно не супер знаете там такой который сдирает все что можно то тогда все должно быть очень хорошо и должен клиент проносить у нас от коррекции до коррекции даже такие тоненькие линии так что еще можно но я люблю заморачиваться конечно же знаете можно где-то еще беленькой пасты немножечко подчеркнуть здесь что мы делаем здесь просто перекрываем можно добавить какие-то надписи да очень красиво будут смотреться если вы например добавите надпись какую-то на коротеньких ноготочках или вы уже на соседнем ногте выбираете какой-то цвет отсюда может быть это будет градиент и например можете прикрепить вот такую вверху надпись на золотистом фоне тоже будет очень хорошо смотреться вместе и гармонично либо можете например сделать ноготь допустим золотым а прикрепить белую вот такую вот художественную красивую чиру с надписью черный либо можете расположить вот такие вот элементы уже не посерединке а например в других частях типса да можно например сверху вот здесь вот один листик расположить а здесь допустим надпись можно половинку куда-нибудь воткнуть другую не советую только знать что делать вот эти половинки прямо вот упихивать в точки в роста потому что когда вы их пример крепите вот этой вот частью длинный боковой валик в боковой валик когда вы крепите вот эту вот часть то у вас практически весь элемент скрывается в боковом валике особенно если развитые боковые валики они очень сильно наплывают то сразу же автоматически у вас можно сказать вот видно только вот эту частичку да все остальное но будет туда и спряталась поэтому будьте осторожны с этим и сильно глубоко и не заваливайте декорацию так с беленьким что я хотела сделать белый также я перекрываю т-классом когда у вас короткие ногти я не советую туда знаете там миллион всего пихать допустим когда есть длина какая-то да вот я вам сейчас покажу многоточки которые мы в клубе делали на последней теме у нас был петчворк это когда мы соединяли несколько принтов в один ноготь то здесь когда у вас длина большая вы можете конечно же там дробить пихать туда очень много дизайна и так далее если у вас многоточки коротенькие да как мы вот сейчас например берем то смысл вот этого всего он пропадает потому что людмила я вообще не зачем у нас до сих пор не в клубе любил пишет только красиво там вообще у вас будет такой простор фантазии вы себе даже не представляете вот вам и я просто смотрю на ваши работы после эфиров да как обычно вы интерпретируете потом это все в клиентское обслуживание вам прям вот прямая дорога потому что там столько всяко-всячно мы рассказываем тоже поэтому не знаю я вас жду там ничего не знаю вас там ждут вот так вот когда у вас ноготь короткий нет смысла туда упихивать кучу дизайна то есть вы когда смотрите например на картинку на какой-то на дизайн вы представьте что как это будет в масштабе маленького ногтя да то есть это вот буквально там может быть вот такой отголосочек если это делать в таком масштабе а если уменьшать масштаб то будет уже рябь такая каша-малаша что будет ничего не понятно поэтому когда у вас коротенькие ногти еще был где-то типс тоже очень хорошо демонстрирующий вот все нашла потому что он прям по этой же теме с этой же декорации делал то есть вот например типс да но здесь я показывал сейчас вам побольше вот он в половину длиннее соответственно я сюда могу еще кроме декорации вот этой да уместить еще гриб веточку там еще чего-то да но если у нас ноготь короткий смысл представляете вот я вот эту декорацию бы еще впихнула на эту длину еще вот с этой декорации еще с полосками с ветками то есть это будет просто салат поэтому и когда у вас короткие ногти у вас должен быть какой-то элемент ну максимум может быть два элемента навстречу там друг другу например либо сбоку какой-то элемента вот я здесь по центру вам расположила показать как работать соединять рисунки и декорации и как сделать так чтобы например ваш там листик кленовый был где-то золотой паутинкой а где-то нарисован как картиночка вот то есть смысла дробить и упихивать туда кучу кучу всего вообще никакого нет лучше разделите на несколько ногтей если у вас короткие ногти где-то у вас будет листик где-то надпись где-то у вас будет веточка спускаться например где-то паутинкой надрыгали там на большом пальце и пару листиков сделали нарисовать пока не вижу ладно сейчас посмотрю это найду чем пишущие порисуем прям по композиту то есть всегда смотрите какая у вас площадь да и от этой площади тоже пляшите вот мы возьмем текстурную пасту белую и текстурную пасту возьмем черную вот она черная текстурные пасты они высыхают и становятся абсолютно матовые абсолютно матовые и с ними очень классно делать такие штуки штуки могут быть абсолютно разные на самом деле мы сами еще исследуем этот материал до конца до конца он не изучен еще но уже очень много фишек выявлено например он высыхает любую толщину и дает барельеф если вы его сделали какой-то текстурой то эта текстура сохраняется потому что материал не растекается очень круто делать градиент особенно знаете какой девчонки черно-белый это просто фэнтези потому что черно-белый градиент ну вообще любой как я сейчас покажу он ну и в особенности черно-белый это очень как бы сложная штука потому что нужно чтобы сделать черно-белый градиент нужно пройти через множество градаций серого чтобы это было красиво а не было знаете липками непонятными какими-то так сделаем так теперь смотрите что сделаем смешаю белую вот эту текстурную пасту с цветом из новогодней коллекции иксо иксо это даже не цвет это глиттер но они очень классно дружат с текстурной пастой блеск уходит цвет остается вот такой вот очень приятный беж наносим и чем классно паста она никуда не течет поэтому вы можете нанести например то и начать смешивать дополнительные цвета градиента прямо на ногти кара классно я думаю что просто огонь прямо на ногти перемешали шерми клону близко подходим ведь мы уже как бы сделали градиентик до из бежевого в белый а теперь мы берем черную и наносим вот сюда наносим ее вот сюда теперь промываем кисточку опять берешь белую и сейчас мы с вами вот эти кучу градации серого через которые должны пройти вы чтобы сделать красивый градиент смешаем прямо на типсе прямо на типсе смешаем и у нас будет с вами классный черно-белый градиент так помешали промыли кисточку теперь у нас смотрите вот отсюда еще уже нормально пошло здесь еще границы видно поэтому берем тут еще подмешиваем периодически кисточку промывайте чтобы темным не лазить наверх и у нас то есть будет еще и на поверхности помешали теперь смотрите что делаем берем кисть амбре номер четыре сейчас мы помоем и путем вот такого натыкивания делаем фактуру и заодно еще больше перемешиваем наши цвета друг с дружкой причем эта фактура у вас остается она никуда не уйдет она вот так вот и засохнет и будет смотреться знаете таким велюровым напылением но на самом деле она будет вообще не колючая матовая видите какая штука она получается внутри у вас будет блестящий листик сушим возможно на всех ногтях опять же там это будет долго ну допустим пока у вас сохнет топ на одном ногте на другом почему парочку ногтей такими способом не сделать вот опять же можно сделать например надпись вот такую золотую но это я взяла только один шармяков из осенней коллекции их на самом деле очень много поэтому всяких разных вот оно высохло и внутри у нас такая вот золотистая вставочка а здесь такой легкий градиентик получился ну что вот такие сегодня милейшие варианты они такие не супер заморочистые но очень эффектные я думаю что особенно если вы мастер начинающие то это такие маленькие лайфхаки как сделать и плавный градиентик и золотистые вставочки и как рисовать да потому что рисовать можно как на цветном подмалевке так и на белом подмалевке разукрашивать можно здесь какую-то тень еще там образовать по желанию можно конечно же делить фон напополам тоже например здесь у нас могут быть розовые а тут могут быть допустим черные и если бы мы сделали белый подмалевок то нам нужно было бы только прорисовать вот эти вот маленькие тоненькие прожилки остальное у нас очень ярко тоже смотрелось а кстати давайте вот я вам еще быстренько покажу сколько у нас там 45 минут уже болтаем есть еще время тоже текстурной пастой очень классно поверх делать мне прям очень понравилось вот смотрите особенно тоже если допустим с подмалевками вы не очень там дружите с прорисовками то здесь нужно постараться только сделать внутри а снаружи можно вот так вот нанести прям пожирнее не стараться сильно тонко потолще кисточку не стараться прямо сильно тонко обводить например на обвести наоборот текстурной пастой потолще так сначала не очень красиво будет обводим обводим половинку что это людей с половинкой там понравилось которыми сейчас пришла вдруг из ниоткуда прилетела и берем например к за мной и вот этот внешний контур топчем за счет того что там в текстурной пасте есть какие-то частички крупиночки она топчется очень-очень классно прям вот растаптывается в такую легкую легкую дырку и у вас получается что вы как бы вот эту половиночку одну немножко отделяете и она вот так и засохнет в принципе у нас тоже растягиваем немножко границу потом подтаптываем и просто вот так вот отделяем одну половинку другой причем она будет у вас немножко такой вот объемненькой но при этом опять же гладенькой и выделиться вот эта половинка листика отделяем отделица можно тут по закрасить смотрите немножко я думаю вот такая вот получилась штуковина тоже почему бы и нет так и ее конечно посушить значит режимируя все вышесказанное мы не делаем на коротких ногтях кучу 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 всего это потом становится не читаемо и как будто знаете все что было в ящике просто свалили в одну в одну кучку поэтому когда у вас длины немного делайте лучше какой-то конкретный элемент но практически там на весь ноготь очень классный получается градиент особенно градиент который сложно иногда победить даже не иногда на зачастую это черно-белый из текстурной пасты очень классный получается да и сегодня еще показала вам идею двух разных рисовашек с разными подходами да и с разукрашиванием белого подмалевка и с цветным подмалевка надеюсь что вам пригодится интересный был мастер-класс я думаю что интересный потому что не всегда удается целиком нарисовать картинку например иногда не очень много времени а в таком виде он смотрится очень любопытно мне кажется и будет привлекать внимание потенциальных новых клиентов поэтому берите в работу и конечно же хорошей вам теплой и уютной осени классных клиентов и побольше новых если у вас еще не накоплена клиентская база я ухожу в небольшой отпуск но в скором времени я надеюсь сразу же как смогу вернусь опять с мастер-классами поэтому не теряйте меня и вас всех люблю и обнимаю каждую пока пока